немножко поговорим про тестим да да давай про что-нибудь хорошее поговорим про то что мы молодые прекрасно конечно причем чем старше тем краше разве нет конечно да так здравствуйте девушки здравствуйте девушки вы закончили курс по макияжу вы теперь многое понимаете как работать со своей фактурой как производить определенные впечатления как работать со своими формами цветом и мы все с вами ограничивались только верхней части то есть лицо голова а как укладки делать теперь давайте немного поглубже и будем изучать не только лицо но и образ в целом и вы уже знакомы с юлия ванеста я хочу раз еще раз представить и сейчас мы поговорим об имидже то есть как подбирать макияж не только к лицу то есть мы вот эту композицию макияжа выучили а теперь каждому образу ему образу да то есть можно подбирать макияж под конкретные детали там аксессуары под цвет а помимо этого еще что есть глубина есть глубина конечно спасибо жанна что об этом спросила потому что обычно об этом забывают макияж естественно подбирают под идею действительно под смысл про то что я своим стилем хочу о себе сказать и когда я работаю как стилист или как имиджмейкер иногда я думаю что вообще-то самое важное начинать именно с макияжа вот иногда мне кажется да но лицо есть лицо то есть когда идеальное лицо то уже подбираешь там вещи да они да 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 мало того если какой бы образ я не сделала если у меня нет ухоженного лица да то некрасиво некрасиво да даже одежда отдельно да то есть одежда а тогда вещи подходят друг другу вещи должны подходить не друг другу вещи должны подходить женщине да и ее лицу и ее образу поэтому иногда мне действительно кажется что лицо это ну может быть я не знаю что самое главное да все самое главное все вместе да все главное у женщины нет второстепенного но это очень важно и вот ну давай на нашем примере вот мы обе с тобой в так называемой базовой одежде да да вы знаете что такое базовый гардероб много кстати мифов о том что такой базовый гардероб это не обязательно белая рубашка черные брюки бежевый джемпер и если вы наберете в интернете базовый гардероб вывод там вот вот этой вот вот вам пожалуйста белая рубашка черный брюки с бежевый джемпер и еще там черный пиджак или синий пиджак совершенно не обязательно это вещи которые вам идут физически хорошо на вас сидят хорошо вам подходит по цвету и который вам нравится носить обязательно должно быть что вам и должно быть вам должно хотеться их носить они не могут быть просто вещи но то есть если мне не нравится там водолазки предположим муки они в моде это базовый гардероб но не буду я их носить и все это они меня не у не будут украшать вот они должны идти по фигуре они должны мне нравиться они должны быть моих цветов это чуть попозже ты расскажешь про это а хорошо что такое мои цвета это даже это очень сложная важная тема но они должны быть нужного цвета а потом когда мы это все она будет элементарно на самом деле вы все это прекрасно знаете вот и я в свое время когда тут раз услышала про базовые вещи и да и как новообращенные конечно в базовый гардероб взять на вход белая рубашка вот я одна из тех кстати многих людей которым совершенно не идут белой рубашки но белый же раз на тоже может но вот если белая рубашка она вкусная красивая когда она белая вот белая да вот хрустящая белая да 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 это ужасно я понимаю что ты бы со мной справился сделал бы мне такой макияж чтобы я выглядело бы плохо но это не та вещь который меня усиливает эта вещь который меня ослабляет то есть я надеваю белую рубашку и дальше должна ломать голову как бы мне так выглядеть благодаря макияжу чтобы эта рубашка меня не испортила тогда это не важно надо очень интересно есть вещи которые могут усилить именно цвета до фактуры имеется ввиду и цвет до которые могут усиливать свою фактуру натурально да то есть например я надеваю белое и сразу становлюсь яркая и колоритная а я надеваю белое если ты надеваешь белое я становлюсь болезненной несчастной болезненной старше и ужаснее то есть наша задача каждая женщина понимать свой колорит и те цвета которые даже если макияж какой-то незначительный или я без макияжа все равно эта одежда будет меня усиливать да одежда должна у меня усиливать это имеется ввиду мою фактуру натуральную делать уже прямо за счет цвета и фактуры выигрыш и выгоднее да интереснее может убить да ну может быть кого-то вот не прямо не убить есть такие счастливец и которых ничто не убьет вот но все-таки сложнее вот нужно сделать что-то нужно действительно использовать все ваши знания в макияже для того чтобы несмотря на это все равно выглядеть хорошо для меня вот эта вся сизая гамма я не знаю что надеть да и и вы на самом деле знаете эти цвета они чувствуют они чувствуются вы прекрасно понимаете да вам как раз может быть даже знание в каком-то смысле помешали потому что у вас есть списочек базовых вещей вам кажется это должно быть вот так ты так а есть женщина у кого красный цвет и много оттенков красного цвета будут базовыми они их легко носят выигрышно смотрится им как раз до кожи от этого не зеленеет не краснеет они просто надели платье и все и дело сделано и буквально там даже может быть минимальный макияж и причем он может быть абсолютно натуральный то есть это не обязательно что красному платью нужно к раз абсолютно не обязательно красному платью как раз легче самый нейтральный макияж вот вот ну в общем да это я к тому хотел сказать что мы в наших каждая из нас в своих базовых цветах и дальше мы можем решить например с собой следующее мы хотим чтобы наш макияж был акцентом ну то есть как украшение да вот это и есть мое украшение них например не хочу надевать серьги я не хочу надевать украшение со мной такое не случается но предположим вот я хочу чтобы мое лицо было акцентом и тогда вы все свои знания можете использовать для того чтобы ваше лицо было акцентом и тогда вы можете сделать чувственный макияж там макияж любовницы очень строгий макияж вы можете сделать да спокойно вверх и красные губы и так далее и ваша базовая одежда нейтральная будут смотреться абсолютно по-разному и макияж и есть украшение вашего образа да то есть можно иметь нейтральный наряд и при этом с помощью макияжа создавать определенный образ и характер под конкретно там задачу настроение ситуацию там аудиторию так далее и я думаю что вот самое главное потренироваться как раз именно с базовыми вещами то есть попробовать посмотреть чего нужно дачи на это с этого нужно начинать то есть вы надели то что вы любите это может быть и не знаю бежевый джемпер черный джемпер темно-синее платье и так далее так далее то в чем вам хорошо комфортно удобно всегда и попробуйте до использовать все ваши знания для того чтобы посмотрите насколько разными вы можете быть просто используя только макияж насколько вы может быть романтичными статусными какими еще респектабельными озорными дороговыми роковыми и это все молодым с одной ну скажем цветовой палитры и с разными вариантами макияжа и укладки до плюс если еще вот как у тебя да сейчас допустим украшения они еще больше обогатят определенный характер да кстати что касается нижней части это тоже часть это мы не русалки все входит саши композицию ну то есть при этом это может быть опять же что-то классическое юбка или брюки и принципе вот уже образ готов ну грубо говоря как маленькое черное платье да то есть черный цвет мы тоже поговорим об этом чуть чуть попозже что он есть разный он абсолютно разное с ним можно по разному каждого свой черный вы представляете для меня несколько лет назад это реально было открытием у каждого есть свой черный свой красный ни один красный недооценивают между прочим фиолетовый недооценивают их тоже очень много и это те цвета которые идут большинству людей но если у вас уже есть навык да вот моя любимый любимый начинаем с простого с любимого мой любимый цвет и какие разные макияжи я могу сделать например стать действительно роковой женщины а любимая это обязательно тот который я чувствую что она подходит то есть может быть такая ошибка что мне нравится вот этот цвет и я его ношу но он меня абсолютно как не украшает может но мне кажется что большинство своем женщины все-таки легко приходит к тому что они начинают хотя бы до разбираясь немножко цвете любить то что им идет ну потому что есть до известные там лайфхаки 10 ты нравится цвет он тебе не идет купи себе такую чашку или ежедневник или ручечку и смотри на этот цвет наслаждай наслаждаясь этим цветом да ведь по большому счету хорошая вообще я об этом нет ну а вот смотри мы же надеваем на себя цвет да и мы его не видим ну то есть мы наслаждаемся это цветом только в тот момент пока мы его надеваем да или смотрим на него в шкафу мы его не видим мы хотим наслаждаться цветом смысле видеть его мы должны его видеть перед глазами вот лучше я не знаю обложку для телефона купить вот этого цвета потому что тогда мы будем им насыщаться он будет нам давать ту самую красивую хорошую энергию цвета а на себе нужно надевать цвет который идет но знаете нам идет огромное количество цветов да я не думаю что существуют женщины которые любят только вот один единственный сложный оттенок зеленого все остальные цвета ненавидят и это тот единственный оттенок который ей не идет это очень крайне маловероятная ситуация скажем понятно так а вот и спросила про обувь смотри вот предположим я надела что-то нейтральное да там моего цвета и решила что я сегодня роковая женщина вот надела нейтральное и джинсы но и решила что я роковая женщина и слава богу я умею делать это на яркую макияж и укладку сделал себе вот образ роковой женщины угадайте что будет лучше если я надену предположим все еще актуальные белые кеды или кроссовки или тогда туфли естественно да потому что я этот образ да то есть если возникает вопрос а что идет к джинсам джинсам идет любая обувь ну абсолютно любая все что угодно можно надеть но если уж я решила да и макияжем сделала акцент на лице там как роковой женщины значит я надеваю туфли это определенно еще можно ну допустим там выбрать маникюр сумку которая поддержит вот этот роковой образ да то есть роковой образ это не всегда платье с глубоким декольтем в обтяжку с вырезом сбоку да 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 то есть никаких таких кружек не обязательно я должна надевать ничего кружевного обтягивающего не обязательно я должна надевать платье комбинации я могу остаться вот в этой нашей такой повседневной униформе какие-то брюки да и какой-то вер и быть роковой при этом а вот хочу я в том же самом быть такой ну веселой и хулиганкой да ну вот куда-нибудь мы идем с подружками веселиться совершенно я не думаю да это будет пешие пробулки долгие поэтому да и тогда я надену удобные кроссовки и тогда ну поправь меня жанна но я думаю что макияж может быть как раз там не такие четкие линии более цветным более легким с каким-то там душ там воздушным да да но какой-то там может быть цвет предположим в тенях и тогда мне будут какие-то непритязательные или богемные такие креативные творческие аксессуары как много браслетиков или я может быть шарфик какой-то да 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 то есть я добавляю цвет до разные цвета и в той же абсолютно одежде это будет совершенно другая история вот поэтому очень огромное значение имеет конечно же детали и для создания образа вот здесь важно и макияж и прическа аксессуары аксессуары имеется ввиду вплоть вот сумка и обувь да а при этом одежда может быть нейтральной и поэтому мы решаем вот условно сложно вроде бы не очевидно задачу а связаны макияж с обувью конечно связан да да потому что иногда да и одно сверху другое снизу и мы как раз даже зрительно получили такой целостный образ целостную картинку на то есть вот это вот ощущение законченности от меня как от образа хотя кажется какая разница да и девушки еще вот такая еще распространенная ошибка что вот эту идею что макияж может быть зарифмован ко всему включая обувь они воспринимают механистически да ну то есть если я купила себе бирюзовые туфли а значит я должна использовать бирюзовые тени это можно но это не обязательно это не обязательно это совершенно не обязательно мало того это очень сложная история лучше так не делать да то есть я если я использую бирюзовые туфли предположим а у меня спокойная одежда и она не яркое пятно то скорее мне просто в макияже должно быть какое-то яркое пятно может быть это туфли светло-красным каким-нибудь коровым цветом на губах эти туфли будут прекрасно вместе смотреться будет два ярких пятна это будет красивее гораздо чем бирюзовые тени тем более что все равно тени него невозможно подобрать под цвет туфель идеально ну почти невозможно это скорее всего будет как раз я очень хотела сделать как лучше а получилось как всегда можно приобрести тени которые будут сочные вы уже об этом знаете в упаковке но при этом они будут у них очень нежная цветопередача и если есть в одежде яркий цветной элемент а тени у вас становится более бледные то в итоге будет такой контраст по светлоте и что тени будут смотреться как даже грязнова да да и лицо как раз будет усталым вместо того чтобы выглядеть свежим и красиво желательно чтобы прям вот совпадала по насыщенности может быть не столько по цвету они могут быть похожие да там оттенки но при этом важно чтобы была насыщенность этого цвета здесь чтобы не получилось как грязный цветовой элемент ну вообще насыщенность цвета можешь немножечко чтобы это как-то вот уложилась в некую структуру потому что сейчас мы поговорили вот действительно ну все это понятно а теперь как шаги вот все вот это подобрать и выбрать вот с чего начинается давай по порядку сейчас давай